Всем привет! В интернете полно игровых шоу и разных мистификаций про загадочных убийц и маньяков. Люди любят такие истории, охотно слушают их, даже понимая, что всё это вымысел. Но всё ли из них художественная выдумка? Случай доктора Перчатки заставил многих задуматься над этим вопросом. И скажу сразу, история довольно тревожная и страшная по-настоящему. На правах дисклеймера. Если ваша психика не слишком стабильна, лучше в эту историю не погружаться. Содержимое этого ролика может не подходить впечатлительным людям и людям со слабой психикой. Начало всё, как это часто бывает на Фочане. Доме для анонимусов со всего мира. Где-то в середине десятых в различных трэдах завирусилось фото странного мужика. В латексной маске и перчатках, в руках которого неизменно были части человеческих тел. Выкидыши, целые человеческие тела, не все из которых на вид были даже мертвы. Интернет дал ему прозвище Доктор Глувс или Доктор Перчатки. Потому что нет фото, где бы были видны его руки, без этого предмета одежды. Разумеется, анонимус всегда использовал подобные фото, как последний аргумент в споре, чтобы шокировать и выразить особо глубокое презрение к оппоненту. Вот только случай этих изображений был особенный. Эти действительно страшные фото не были из какого-нибудь фильма ужасов, артхаусного трэшака или известного криминального инцидента. Никто толком и не знал, кто этот человек на фото и что вообще там происходит. И одного взгляда на эти изображения достаточно, чтобы в каком-то уголке разума включилась тревога. Что-то в подсознании подсказывало, что происходящее реально и ужасно. Есть в нашем разуме какой-то такой детектор. Да, происходящее на этих фотографиях сильно обеспокоило людей. И они решили найти источник фото. Судя по методам, самое старое из них было сделано в 2014. А впервые изображения были загружены на небольшой сайт с расчлененкой. Загрузил их туда пользователь с ником Мастер, который утверждал, что изображения сделаны им лично. Вот только никаких следов в интернете, которые бы позволили его найти, этот человек не оставил. Фотографии были сделаны в пяти разных локациях. В морге, в офисном помещении, в двух детских больницах и на какой-то кухне. Аннаны быстро определили, что большинство фотографий были сделаны в медицинских учреждениях США или Канады. Посетители сайта узнали различное медицинское оборудование и характерные принадлежности. Однако ничего более конкретного понять не удалось. Многие люди, знакомые с американской медициной, начали писать, что происходящее очень странно. Непонятно, какой врач может работать в морге с трупами и эмбрионами и альтернативно взрослыми пациентами, скажем так, в бессознательном состоянии. А также с отдельными частями человеческих тел. Люди, знакомые с медициной, отметили, что происходящее совсем не похоже на хоть какую-то понятную медицинскую манипуляцию. Один знаток заметил, что в кадре есть характерное оборудование для штата Калифорния, но очень устаревшее. А Калифорния – это очень богатый штат, так что, вероятно, дело происходит в каком-то давно закрытом, возможно, заброшенном медицинском учреждении. Но откуда там тогда свежие тела? С этими деталями история становится ещё мрачнее. Тогда даже всемогущему Фочану загадка не далась. А это уже о чём-то говорит. В случае доктора Перчатки, как его прозвали, так и остался мрачной тайной анонимного интернета, тайной следы которой постепенно испарялись из информационного пространства. Фотографии, связанные с этой историей, активно пропадали из интернета. Но, может, раз все благополучно всё забыли, возможно, ничего особенного и не было, наверное, где-то тут мне бы стоило уже поставить на стол вытащенного из шляпы кролика и показать в этой шляпе двойное дно. То есть сказать, что вот это всё диковинный арт-проект, мрачное искусство, троллинг и вообще обман, чтобы набрать классы. Вот только, к сожалению, у этой шляпы двойного дна нет. Всё происходит на самом деле. Сегодня у нас видео «Мрачная тайна», о которой на удивление долго никто не говорил. Несмотря на то, что загадка достаточно старая, какой-то заметный интерес к ней появился только в 2013-м, когда о ней рассказал ведущий True Crime подкаста «Невидимый хор». В то же время на Reddit появился тред, в котором его автор собрал всю известную на тот момент информацию. Позже автор упомянутого подкаста создал сайт, на котором начал собирать всю найденную информацию. А информацию он собрал немало. Тут эту историю можно разделить на «до» и «после». Если «до» – это была обычная страшная интернет-загадка, то «после» – нечто куда большее. Человек серьёзно взялся за дело, обратился к различным экспертам – криминалистам, представителям полиции и вообще разным людям, способным пролить свет на эту загадку. Также он предложил вознаграждение всем, кто сможет дать информацию о месте, где были сделаны фото – по 1000 долларов за каждую локацию. Главным местом действия злодеяния доктора Перчатки был тот морг с устаревшим оборудованием, но было как минимум ещё два места – больница и офисное здание. Так что общий призовой фонд расследования – 3000 долларов. Что же он в итоге обнаружил? Для начала автор невидимого хворора заблочил одно популярное утверждение, что на изображениях не происходит ничего незаконного. Он связался с местными медицинскими чиновниками и узнал, что они знают о происходящем. И дело уже расследуется. И нет никаких сомнений в том, что мы имеем дело с какой-то страшной преступной активностью. И злодея вроде как ловит. Да, везде, где обсуждается эта тема, сразу появляются какие-то странные люди, которые начинают убеждать других в том, что происходящее нормальное и не нарушает никаких законов. Хотя нарушает целую кучу. Может быть, это просто у людей какая-то психологическая защита срабатывает. А может, всё куда хуже. В конце концов, сейчас запустить бот-эферму, которая будет заполнять интернет нужными комментариями – дело настолько нехитрое. Что предположить, что эта активность – это следствие чего-то желания замять историю – вполне логично. Вон те ребята, которые писали, что закон о 10 тысяч подписчиках не приняли. И ещё вон те, которые на ВК-видео переходить агитируют, соврать не дадут. Также автором была опровергнута версия о том, что перед ним сотрудник того или иного конкретного медицинского заведения. Все выдвигавшиеся подобные версии не нашли своего подтверждения. А таких теорий выдвигалось довольно много. Например, на одном из фото был виден бейдж с надписью «Эдвин Баланс». Но, судя по всему, он добавлен в фотошопе. Так что искать такого человека бесполезно. Похоже, что создатель фото вообще сделал многое для запутывания следов. Кроме этого, ещё автор расследования обнаружил, что среди фотографий есть отредактированные кадры из учебных медицинских фильмов, которые были, вероятно, добавлены для того, чтобы ещё больше запутать людей, тех, что могли взяться за поиски. Далее предстояла большая работа. Нужно было по возможности определить назначение и происхождение каждого объекта, попавшего в кадр, для чего и были наняты различные эксперты. Изучениями первые же фотографии вывело тревожную атмосферу на новый уровень. Поднос, на котором были разложены человеческие органы, оказался вообще не медицинский. Это был поднос из ресторана. Точнее говоря, это промышленный противень, предназначенный для жарки бройлеров на пищевом производстве. Маска на голове тоже не имеет никакого отношения к медицине. Это латексные изделия для фетишистских игр с грубо проделанными дырками для глаз. Изучение помещения, названного моргом, и оборудование внутри показало, что это комната для бальзамирования тел. Вероятнее всего, какого-то похоронного бюро, а не больница. Причём, действительно очень старая. Автор невидимого хора сделал 3D-модель помещения по имеющимся фото. И стало понятно, что в больницах таких помещений нет. А то, что поначалу было принято людьми за оскальпеля, оказалось вообще ножами из дешёвого китайского набора для рукоделия. Итого, какой-то тип фетишистской маски с накрашенными глазами. Да, эту деталь, кажется, можно заметить. Потрошит свежие тела в здании закрытого или заброшенного похоронного бюро. И раскладывает их напротив вниз фастфуду для жарки курицы. Ладно, это одна из пяти локаций. Но что же другие? Ну и ещё две локации, это, как уже было упомянуто, сильно отредактированные кадры из учебного медицинского фильма, накиданные в перемешку с фото доктора перчатки для запутывания людей. Но это всё ещё цветочки. Конечно же, это ещё не самая жесть. Самая жесть – это следующая локация, на которой запечатлены, скажем так, альтернативно взрослые пациенты в бессознательном состоянии. На большинстве фото человек в перчатках изображён душащим своих пациентов. Исследуя окружающую обстановку, специалисты пришли к достаточно шокирующему выводу. Место действия – это крупная больница в городе Лос-Анджелес, в которой доктор перчатки как минимум может находиться. Блогер связался с руководством госпиталя, и там ему снова сообщили, что уже работает с органами, на эту тему и расследование ведётся. Однако он не успокоился и связался с теми самыми органами, где ему сказали, что ничего такого не знают, и выделят отдельного детектива для этой работы. Официальное расследование началось только в этот момент. И как оказалось, все предыдущие обращения к начальству больницы ни к чему не приводили. Заявления о том, что расследование ведётся, были ложью. Помните, в видео про хакеров я упоминал, что медицинские учреждения по всему миру нередко становятся жертвами хакеров и платят им, чтобы сохранить свои секреты? Теперь мы знаем, что это могут быть за секреты. В этот же момент автору невидимого хора начали приходить угрозы. Причём не от каких-то анонимных доброжелателей, а прямо от руководства больницы. Они так переживают за свою репутацию или покрывают что-то большее. Работник больницы сказал, что блогеру придётся теперь объяснять полиции, откуда у него такие фото. В ответ на что тот сам обратился в полицию, передав им все свои находки. На сегодня в этой самой больнице в Лос-Анджелесе проходят допросы и обыски. Ситуация медленно, но верно развивается. Кто знает, может вскоре нас ждёт какая-нибудь мрачная сенсация. На этом сегодня, к сожалению, а может и к счастью, зона фактов заканчивается. Теперь мы заходим на территорию теорий, слухов и домыслов. Главный вопрос для теоретизирования – один ли это человек или их несколько? Если несколько, то скорее всего три. Один оригинальный – кромсает трупы в заброшенной комнате для бальзамирования, где-то в старом похоронном бюро. И два подражателя либо сообщника. Тот, что второй фотографируется с пациентами в детской больнице. И третий также фотографируется с пациентами в каком-то офисе. Вроде бы звучит менее жутко, чем если предполагать, что это один человек. Хотя, скорее всего, всё же один. У него абсолютно одинаковые руки на всех фото. И кажется, это тот самый случай, когда настоящие истории интереснее выдуманных. Тут всё как в хорошем сериале. Всё начинается с какой-то мелочи. Просто страшные картинки в интернете. Сюжет развивается и приводит нас к настоящему монстру, прозванному Доктор Перчатки. Затем масштаб повествования становится ещё больше. Вот уже локаций несколько. А затем вообще образуется какой-то задел на настоящий глобальный заговор. С другой стороны, это история о том, что сообщество людей, которые любят интернет-загадки, которые любят собирать большую картину из маленьких кусочков, может действительно многое. Даже вывести на чистую воду такую вот мрачную штуку. И в конце концов, в результате зла в мире станет немного меньше. Всем пока!